С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 1 августа. Первоначально месяц назывался секстилий от латинского секстилис шестой и между прочим содержал 29 дней. Юлий Цезарь, реформируя римский календарь, добавил еще два дня в 45 году до нашей эры, придав ему естественно современный вид, длиной в 31 день. Настоящее свое название август получил честь тоже римского императора Октавиана Августа, именем которого в 8 году до нашей эры римский сенат называет месяц особенно счастливый в жизни императора. По сенату с консультум, который цитирует Макроби, Октавиан выбрал для себя этот месяц, потому что на него приходилось несколько его великих побед, в том числе завоевание Египта. Подобного рода честь была еще раньше оказана сенатом Юлию Цезарю, по имени которого месяц Квинтили переименован в июль. Название же август перешло на Русь из Византии. Сегодня отмечается день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. В 1914 посол Германии в России потребовал ответ на ультиматум, выдвинутый ранее и требовавший отмену всеобщей мобилизации в России, объявленной Николаем II. Получив, естественно, отказ, посол вручает ноту с объявлением войны. Начинается Первая мировая. А 6 августа Германии присоединилась Австро-Венгрия, объявив войну России. Также сегодня отмечается день тыла вооруженных сил России и день образования службы специальной связи России. Ну а теперь о родившихся 1 августа, в 1923 году в этот мир приходит Валентина Леонтьева, народная артистка СССР, лауреат госпремии. Она ведущая передач «Спокойной ночи, малыши», «В гостях у сказки», «От всей души голубой огонек». Для многих остается все той же тете Вали. Ведь долгие годы она рассказывала нам и нашим детям сказки и желала спокойной ночи. Хрюша, Степашка Филя и Каркуша были ее неизменной свитой. Ну а зрители писали ей постоянно, до самых последних дней. Рождается французский модельер Ив Анри Донат Матио Сен-Лоран. Отдавая дань прошлому, он создает своих испанок, китаянок и русский балет. Заглядывая в будущее, изобретает виниловый плащ и прозрачные блузы. Ну а потом одевает женщин в смокинге, объявив мужские брюки высшим символом кокетства. Теперь событие 1 августовского дня. 1514 год. Великий князь Московский торжественно въезжает в покоренный русскими дружинами Смоленск. 110 лет город был под властью Литвы. И вот, наконец, все земли соединились в едином русском государстве. Радость при московском дворе, по словам летописца, была необычайная, ведь о присоединении Смоленска мечтал еще отец Василия, Иоанн Третий. В честь события в Москве основан, между прочим, Новодевичий монастырь. 1725 год. В Петербурге открывается Российская Академия Наук. Она учреждена указом Петра I годом ранее. Но первое заседание академикам состоялось именно в этот день. Академия располагалась на Васильевском острове в здании кунсткамеры. В отличие от западных, Российская Академия находилась на полном обеспечении государства, что позволило привлечь в страну видных европейских ученых. 1726 год. Императрица Екатерина I учреждает в России так называемый Верховный Тайный Совет. Он состоит из 7-8 человек и призван решать важнейшие проблемы страны. Совет просуществует только 4 года и будет распущен другой императрице Анны Иоанновны, которая заподозрила, что этот орган возжелал присвоить себе некоторые прерогативы самодержавия. 1774 год. Английский химик Джозеф Присли впервые получает чистый кислород, который называет новым видом воздуха. Ну а попутно он еще открывает некоторые вещества, изобретает газированную воду и даже прибор для ее получения. 1793 год. Килограмм вводится во Франции как первый метрический вес. Франция становится первой страной, которая начинает использовать метрическую систему. Ну, как мы. 1834 год. Русские механики Черепановы построили первый в России паровоз. Он использует в качестве энергетической установки паровую машину. Долгое время будет господствующим типом локомотивов и сыграет огромную роль в становлении железнодорожного сообщения. Лишь начиная с середины 20-го столетия паровые локомотивы вытеснили тепловозы и электровозы. Кстати, само слово «паровоз» приписывают гречу, которую в середине 19-го века издавал газету «Северная пчела». До этого паровоз называли по-разному. Самокатная паровая машина, паровая фура, паровая телега, пароходка, паровой дилежанс и даже просто пароход. 1906 год. Российским премьером назначен Петр Столыпин. Экс-саратовский губернатор отличался от ВАГО и не раз в одиночку пытался усмирить бунтующих крестьян. Был министром внутренних дел. В русском языке остались Столыпинский галстук и Столыпинский вагон той поры. Вел в военно-полевые суды. В 1911 году его застрелил в киевской опере СР-террорист Багров. Последним движением падающий Столыпин, говорят, опираясь об оркестровый барьер, попытался перекрестить сидевшего в ложе императора. 1936 год. Одиннадцатые Олимпийские игры открывает в Берлине сам Адольф Гитлер. Право на проведение соревнований Германия получила еще до пришествия нацистов. Президент МОК добился от немецких властей формального согласия соблюдать Олимпийскую хартию. К ужасу фюрера, американский темнокожий легкоответ Джейси Оуэнс не только завоевал четыре золотые медали, но и обыграл в последней попытке в прыжках в длину гитлеровского любимца Луца Лонга. С 1 июня с берлинских улиц убрали антисемитские плакаты, а заключенных концлагерей приказано было использовать подальше от оживленных магистралей. А уже через год, в 1937 году именно в этот день нацисты откроют концлагерь в Бухенвальде. В 1939 год учреждается медаль Герой Советского Союза, которая по указу Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября станет именоваться медалью «Золотая звезда». Год 1946. По приговору военной коллегии Верховного Суда СССР казнят Власова, который сдался в плен, был генерал-лейтенантом, командующим 2-й ударной армией, оказался в окружении. Ну и еще об одном событии более подробно. 1939 год открывается Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, сокращенно ВСНХ. Ее первый директор, академик Николай Васильевич Цыцын. До войны будет работать по несколько месяцев в году эта самая выставка. Ну а после начала войны на ней даже снимут фильм «Свинарка и пастух». Возобновит работу в 1949, а еще 10 лет спустя будет переименована выставку достижений народного хозяйства. Все эти годы ВДНХ будет после Красной площади самым посещаемым местом столицы. С 91 года прошлого века прекратить свое существование и превратиться во всероссийский выставочный центр ВВЦ. Ну а потом почти забвение и неожиданно новая жизнь и реконструкция, которая идет до сих пор. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.